Снова всем Велкам, это снова я, Дэн Джи Пиа. Как вы можете видеть, нахожусь я в таком лесном райончике. Очень много деревьев, пустов, красиво оформлено. Это один из лучших, я считаю, аутлет-молов в Японии. Сеонан Хирацука Аутлет. Он находится по дороге в Инашиму. Очень много таких вот рекреационных зон, где можно отдохнуть, посидеть на лавочке. И не жарко. Что, пойдем расскажу немного про новости, что вообще произошло. Как вы знаете, я болел немного, сейчас выздоровел. Пока еще все равно не полностью ухо одно болит. И выздоравливаем потихоньку. Но уже тепло стало на улице, и можно спокойно прогуляться и пройтись по теплым солнышкам, погреться. Да, недавно закончил, я наконец-то, скажем так, споры наши со страховой компанией, как вы знаете, насчет там получения страховки. Они все пытались до последнего меня сделать виновным, хоть и в материалах дела не было ни слова про это. И в итоге как бы они согласились, что да, действительно, у меня 0% вины, а у того чувака 100%. Мы встречались там раза 2-3. И они как бы до последнего там сначала 10% вины вменяли, потом 5%, потом наконец-то согласились, что да, 0%. Ну, видимо, все рассчитано было на то, чтобы человек там как можно быстрее согласится и заберет там любую сумму, лишь бы побыстрее. Вот видите сами, да, это Outlet Mall, вот находится такая небольшая у них деревня называется по-английски Village. Здесь очень много магазинчиков, в том числе кафе. Вот Godiva, это один из известных брендов по производству шоколада и разных сладостей. Там очень хорошее меню. Если вы будете вот в Outlet или вообще встретите такой магазин, обязательно попробуйте. Хоть я и не являюсь сторонником и вообще как бы любителем шоколада, но у них действительно вкусный шоколад в Японии, я считаю. Да, вот такой Outlet Mall. Очень по-современному все выглядит. Есть куча мусора, кстати, что немаловажно, потому что во многих молах вообще их нет. Здесь же с этим вообще проблем никаких нет. На втором этаже у них в основном находятся фудкорты и небольшие рестораны, плюс добавок магазины также есть. Обычно в Outlet там все цены с завода низкие, очень много вещей можно купить, недорого. Да, что мы делаем здесь периодически. Большой очень выбор, как вы видите, там прям большие магазины и постоянные скидки. Постоянные скидки на товары 50%, там 40% бывает. Вот недавно здесь открылся Шанел магазин и в нем... Блин, не Шанель, подождите. По-моему, Коч, Коч открылся, да. Коч и в нем были скидки 75%, то есть там 50% в честь открытия и плюс 25% дополнительно на кассе давали всем, тем, кто зарегистрируется там у них в системе, типа, получит карточку этого члена. Это все бесплатно. А скидка 25%. Очень удобно. Вот здесь, кстати, газончик сделали для детей, очень такой толстый. Видите, травы много и детям прям приятно здесь бегать, кататься. Вот так отдыхают японские дети. На самом деле это не единственное место, где любят отдыхать японцы, но в жаркую погоду и когда вот еще пляжи закрыты, ну, скажем так, пока официально еще не открыты, но бассейны тоже, люди вот сюда приезжают отдыхать. Здесь также у них продаются и машины, можно посмотреть разные новые модели, если какие-то есть. Тут Toyota можно было. Гляну, кстати, вышла новая Toyota Land Cruiser 250. Вот она стоит беленькая впереди. Не знаю, есть ли у вас, из вас любители данной марки, но я думаю, машина очень даже интересная. Я бы присмотрелся к ней. Она по объему примерно, по размеру кузова, как 300-й крузак. Идет вот она. Вот она новая 250-я Land Cruiser. Внутри все сделано немного аскетично, конечно. Чем-то напоминает LX200. Вот эта вот панелька спереди. И вот эти клавиши, да. Ну да, LX200, в Mitsubishi, да, такой же примерно. Интерьер. Ну, не знаю. Toyota как бы спереди выглядит вот так. Немного напоминает этот, я думаю, Range Rover, да? Не кажется вам? Range прям напоминает. По вот этим угловатым обводам. Вот эти угловатые дизайн. Большие квадратные зеркала. Это все очень напоминает Range Rover. Цена вот у них здесь, 7-местная, 7-местная, Z-это типа максимальная комплектация. Минимальная комплектация 5-местная, 205-местная. И вот у них вот такой дизайн есть и вот такой дизайн есть. То есть, можно выбрать там тоже тюнинг, все дела. Да, ну вот это максималка Z. Z это во всех версиях Toyota, Z комплектация самая максимальная идет. Ну, на данный момент. Раньше не знаю, как было-то. В целом, неплохо сделано машина, я сейчас скажу. Внутри тоже много места, багажник, все. Да, она въем пахнет прям. Хорошо. А ну-ка. Как она вообще сзади выглядит. Ну, вот такой вот, да, Land Cruiser Toyota. У них эти лифты, газ-лифты очень такие прям хорошо держат. То есть, они можно зафиксировать в любом положении. И крышка не будет ни опускаться, ни подниматься. Это интересно сделали, конечно. Да. Ладно, пойдем дальше. Мы здесь не за машиной. Да, немного расскажу про новости тоже, что в Японии. Происходит тут постоянно какие-то, не знаю, там разборки. У них там, имеется в виду сейчас выборы. У них сейчас какие-то партии там мошенничеством занимались. Что-то еще там посчитали, что кто-то виноват. Там сейчас и виновных ищут. Не знаю, с чем это связано. По факту здесь сейчас более-менее так спокойно. Но периодически возникают какие-то инциденты с ДТП. То еще что-то вот в Сайтами недавно было ДТП. Там водитель грузовика протаранил, по-моему, три машины. Две из них загорелось. И там погибло что-то много человек. Там около, по-моему, пяти, что ли, человек погибло. В общем, с Сайтами, как на платку, вы заезжаешь из Токио, там произошло это. Также еще что было, ну, тоже всякие ДТП. Вот там кто-то ехал, говорит, что ли плохо стало на машине. Врезались там тоже в пешеходов, на тротуар. Постоянно что-то происходит, такие ДТП. И вот в последнее время их все больше и больше. Все надо быть аккуратным даже в Японии. Да. Кстати, здесь очень много разных также магазинов с продуктами. Если вы вот хотите купить там еду, вот, пожалуйста, спереди там мясной магазин у них есть. Мясо там продается или молочная продукция. Также сыры вот продаются здесь. В общем, что только нет. Да, интересное место. Вот план карта. У них даже есть детская площадка там на... На вот зеленой зоне, где вот здесь вот. И там можно поиграть с детьми, что мы тоже делаем. И, кстати, парковка. Парковка бесплатного названия. Если вас интересует, можете заехать. Посмотреть. Хорошее место. Да, поэтому обычно очень много японцев здесь в выходные гуляют. Блинчики. Это тем, кто любит там блинчики покушать. Да, кстати, вот недавно тоже видел некоторых блогеров Японии, кто живет. Делали видео про то, что, мол, якобы, почему в некоторых магазинах принимают только наличку. И, ну, кто-то там говорил, что якобы это сделано для поддержки малого бизнеса. И что не хотят обязать их покупать эти терминалы и все такое. Но я могу сказать, что это по моим наблюдениям и по моему мнению это не так. Во-первых, потому что я частенько встречал магазины, которые принимают только наличку, даже в Токио. И очень крупные магазины, большие супермаркеты. Там на 7, на 8 кассовых терминалов. Там много очень стоял покупателей. И у всех требовали наличку. Даже есть такие сетевые магазины, как Дема Супа, вы знаете, наверное. Ну, такие зелененькие магазинчики. Вот у них вообще как-то странно. Вот рядом с нами магазин находится. У него есть терминал оплаты с кредитными картами. И можно спокойненько там оплатить, купить. Без проблем. А вот буквально проезжаешь там пару километров. Там есть другой магазин. Так вот в нем до сих пор нет. И уже много лет. Ну, как бы у нас само открытие. Там сразу сделали терминал. А у них до сих пор, сколько там я вот живу здесь, уже 10 лет. У меня место жительства. И до сих пор никаких терминалов там ничего не появилось. Также есть многие эксклюзивные, скажем так, магазинчики. Которые тоже входят в сеть магазинов по продаже продуктов питания. Или еще обычно продуктов питания. И у них нет терминалов. То есть тоже приходите и там говорят, только за кэш. Я не помню сейчас точно как название. То ли это были Сея, то ли Маруманы. В общем, да. В общем, есть такие магазины, которые не принимают карты. И это очень даже крупные магазины. Это совершенно не относится к мелкому бизнесу. А даже так могу сказать, что если бы государство делало поддержку малому бизнесу, то бы они бы оплачивали какой-то процент, чтобы люди покупали. За терминалы бы платили 50% комиссии. И люди бы пользовались с удовольствием их. А, кстати, вот есть некоторые рестораны также. Вот у них тоже стоит терминал. Все, но, к примеру, вы приходите в обеденное время. А в обеденное время они не принимают оплату по терминалу. То есть такого плана тоже есть. Магазины и рестораны. И вы там не сможете оплатить карты. Даже если у них написано на двери, что все там виза, мастер-карт принимается. Поэтому будьте аккуратны, спрашивайте обязательно, есть ли у них эта оплата терминалом. Вот раньше было в Сайдзерии такая штука. Ты же приходишь в Сайдзерию, вроде покушал. Там обед недорого стоил, 500 йен. Но некоторые филиалы этого ресторана отказываются принимать кредитные карты. И вообще любые электронные оплаты в качестве оплаты за услуги или за еду. Только как наличка. Да. Есть, к примеру, магазин, который официальный дилер. Вот Сузуки или там, как называется, Вайя Спит. У меня вот один из любимых. Я там приезжаю, тоже покупаю всякие вещи. Так вот, у них либо кэш, либо PayPay оплата. А кредитки нельзя. Но PayPay это типа такая система, если кто не знает, это электронные деньги тоже. Пополняешь их с дебетовой карты, как бы какой кошелек мобильный. И можно оплачивать в магазинах по QR-коду. Тоже удобная штука, да. В Японии с этим, конечно, с кучей. Сейчас развилась куча всяких местных систем оплаты. И что очень удобно. Я пользуюсь постоянно этим. И вам рекомендую. Это недорого. Они комиссию практически не берут ни за регистрацию, ни за использование. И вы сможете спокойно использовать. А да, вот он, поч. Кстати, там, по-моему, и сейчас эти скидки есть. Да, давайте глянем. Да, что еще, кстати, в Японии тут у меня с... Ну, в этом году прошел первый тайфун. Вроде все пока нормально. Никаких особо серьезных повреждений нет. Но, как вы знаете, там полгода назад было сильное землетрясение на западной стороне Японии. И там до сих пор ликвидируют эти последствия. Очень серьезное. Город там сгорело. Там много зданий. Там вообще разрушений очень много. Так, но метки, что здесь снимать нельзя, нету. Пойдем, зайдем. Покажу. Вот, смотрите. Ну, сейчас уже... А, ну да, смотрите, остались так же. Вот, 50 и 25 на кассе. 75% скидка. Вот, пожалуйста, можете взять еще сейчас даже. У них остались такие скидосы. Вот, на коч. Ну, конечно, цены там, сами понимаете, блин. 77 тысяч. Если взять за минусом дисконта, то будет приличная сумма. Ну, где-то 15-20 тысяч йен. И вы можете себе взять новую брендовую вещь. И вы можете взять новую брендовую вещь прямо из магазина официального. Да. Да. Очень хорошо. А что мне еще здесь нравится вообще, как бы, вот, именно в японских торговых центрах, то, что все так свободно. Ну, то есть, народу немного, потому что японцы не такие большие любители посещения торговых центров. Это не как там где-то в других странах, там, Азия или у нас там, или еще где-то. Просто здесь у них немного другие приоритеты отдыха. И поэтому они сюда практически не приезжают на отдых. Да. Вот, кстати, Альфард. Это в 30-м кузове стоит. Хороший Альфард. Стоимость в Японии от 2,5 до 5,5 миллионов йен. Он, ну, это где-то в рублях, где-то, наверное, 2-3 миллиона рублей будет. От 2 до 3 миллионов рублей. Вот, видите. 4 миллиона 380 тысяч он стоит. Пожалуйста, инфаркт. Для семьи вообще идеальная машина. Ну, у нас 20-й кузов, не 30-й. Ну, такой же компоновки тоже посредине есть проход назад. Спереди тоже место под стаканчики. Очень удобно. Спокойно сел вот тут под ножки эти до отдыха ногам. Ног поднимаются, как атаманка. Вот, вспомнил. Я все забываю название, как по-русски это все. Да, очень классно. Да. Что еще такого вообще? Ну, сезон дождей вот сейчас будет начинаться только потому, что как раз начало июня. Начало сезона дождей где-то в начале июня до середины, может быть, до второй половины. Июня будет где-то 2-2 недели, возможно, неделя. Это сезон дождей. А потом все как бы нормально, можно спокойно уже и на пляж, и куда-то путешествовать. Очень классно. Вот, кстати, вот этих горок раньше не было. Это недавно поставили. Здесь раньше тоже машины стояли. Небольшая такая, типа, от автосалонов выставка была. Автомобили. А сейчас здесь сделали горки детские. Не знаю, сколько стоит. Но, скорее всего, чисто символически. А может, даже и вообще бесплатно. Хотя, не, вон там сидят, вроде касса. Скорее всего, платно. Сейчас посмотрим. Скажу, сколько примерно стоит. 500 йен написано. 10 минут. В целом, недорого. От 3 до 12 лет. Вот, дети. Если у вас дети, прям вообще идеально можно сюда провести, чтобы они тут попрыгали. Такие вот горки. Белл Мэйр. Я не знаю, кто это. Первый раз слышу. Да, здесь, кстати, очень большие магазины. И Adidas и Nike. Один из самых крупнейших магазинов Adidas и Nike вообще в Японии. Огромная площадь. Просто огромный выбор. И многие приезжают именно сюда закупаться. Можно взять, ну, неплохие вещи. Хорошие кроссовки или футболки, спортивную одежду. Ну, очень, очень, очень дешево. Ну, как дешево, если по японским меркам. Где-то примерно кроссовки можно взять за 5-6 тысяч йен неплохие. А футболку за полторы-две. Ну, где-то спортивный костюм тоже где-то 2-3 тысячи йен. И отлично прям вообще. Тут какие-то Пикачу. У них игры, видимо, для детей. Я не знаю. А, у них вот телефоны. Видимо, это сотовые операторы. Они тут предлагают свои тарифы. И те, кто хочет подключить, снижают скидки. Вот разные дела снижают. Цены на служивание абонентское. В принципе, классно сделано. Но тоже можно зайти. У них здесь... Что тут только нет. Реально. А вот, кстати, скидки. Вот в Аутлете на текущий момент. Это с 1 июня по конец лета, по 31 августа. И вот, пожалуйста, все скидки. Здесь написано. Первый этаж какие скидки. Второй этаж какие скидки. Тоже очень-очень даже неплохие. 5-10 процентов. Но это постоянные скидки. Плюс еще, как бы, в самих магазинах есть скидки. Поэтому, да, выгодно их покупать именно в Аутлете. Потому что обычные магазины, которые находятся где-нибудь в Японии, там пусть в торговом центре, они могут не предоставлять таких скидок. И там будет очень дорого в некоторых случаях. Но одну вещь скажу, что в Аутлет-магазинах обычно нету всех моделей. Ну, типа, нету такого разнообразия, как где-нибудь в торговом центре. Потому что сюда привозят только те товары, которые они могут продать со скидкой. А если бы они не могут продать со скидкой товары, то, естественно, они сюда их не везут. А продают только там, где-то в торговом центре. Да. Такие вот небольшие новости из Японии. Ну, вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале и новые видео. Ну все, до новых встреч. Увидимся.